Всем доброе утро! Мы на пробежке. Нас на пробежку выгнал наш тренер, итальянец. Мучает нас с утра по жале. Сейчас вот занимаемся и потом поедем на супер путешествие. Так что поехали! Итак, мы с Катей закончили тренировку и прямо не переодеваясь отправляемся в наше путешествие. Сегодня мы едем в прекрасный город Тимекула. Тимекула находится недалеко от Сан-Диего. Она находится между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Это малюсенький городочек, там всего 100 тысяч населения, но на 100 тысяч населения у них более 40 виноградников. В общем, Тимекула — это калифорнийская Тоскана. Это город с виноградниками, и у них потрясающее вино, и мы с Катей едем его рефтируем. Катюш, ну я так понимаю, ты была в Тимекуле до этого, да? Да, приходилось. Приходилось! Ну скажи мне, как тебе этот город? Что там вообще интересненького? Ну город действительно очень маленький, и ничего интересного кроме виноделья я на себя не нашла. Но чего стоят эти виноделья? Очень красиво, много... Пейзажей очень красивые, да? Много вкусной еды, да, пейзажей. Действительно похоже на итальянскую Тоскану. Я когда-то раз приехала, даже не верила, что это Калифорния. Что это Калифорния? Настолько круто. Ну что, ребята, мы ехали полтора часа голодные, как собаки. Мы сейчас быстренько переоденемся, чтобы выглядеть как люди, а не собаки голодные. И идем обедать в ресторанчик. Ну что, другое дело. Нарядные, красивые. Можно идти кушать. Меню, как всегда, ребята, смотрите. Вот такая штука. Ты ее сканируешь камерой, и у тебя в телефоне выпадает меню. Безопасно. Наш первый заказ. Прекрасный салат. Мы ждем пиццу. Ого! Ну мы справимся. Мы отработали с утра. Cheers! Нам принесли чек, и я просто в бешеном восторге. Ребят, все обошлось в 58 долларов. В 58 долларов нам обошлась шикарная свежайшая пицца из печи. Большой салат и два коктейля. Местные цены. А почему Апероль? Апероль, давай посмотрим. Апероль 22 доллара, два Апероля. А на Венесе 11,18. Да, вот здесь Аперол Сприт стоит 11 долларов. В Лос-Анджелесе и на модной улице 20. Поэтому выезжайте из больших городов в такие красивые места и радуйтесь чеку. На улице 112 Фаренгейтов. Это примерно где-то 36 градусов. Отличный денек для прогулки. Мы покушали, нам полегчало. И теперь мы едем на нашу первую винодельню, которая называется Europa Village. Она нам показалась очень милой, уютненькой, такой старенькой. Не столько мерческой. Очень надеемся, нам понравится. Мы приехали на нашу первую винодельню. Europa Village. Здесь есть tasting room. Дегустация вина. Смотрите, какое прекрасное место. Тут действительно Италия. Мы устроились вот под таким тентом. Видите, он обдувается. Несмотря на то, что на улице плюс 36, тут прекрасно и свежо. Все наслаждаются вином. И мы сейчас тоже будем дегустировать. Мы сидим прямо у тех самых виноградников. Смотрите, как классно. Вот такое нам принесли меню. Тейстинг, дегустация 25 долларов. И вот список вин с ценой за бутылку, с ароматами, с палет. В общем, полное описание. Сейчас будем пробовать. Хочу обратить ваше внимание на возраст посетителей этой винодельни. Видите, все достаточно пожилые люди. В Америке, в принципе, пожилых всегда большинство в кафе, ресторанах. Что логично. Молодые учатся, работают, развивают свои бизнесы. А старички отдыхают, наслаждаются жизнью. Ребят, нам принесли второе вино. Это белое вино. Безумно вкусное. Но у меня вопрос. Нам налили его в тот же самый бокал, в котором была просека. Я что-то неправильно понимаю? Или должно быть в другом бокале вино новое? Напишите в комментариях. Реально, я почти уверена, что должны были другой бокал дать. Но вино с ума сойти. Третий бокал вина. Я как человек, который не часто пьет, уже начинаю косеть. Я думаю, что выпуск будет очень смешной. Вино просто роскошное. Первое вино было на вкус реально вот абрикос с мармеладом. А вот это вино прямо дает травой. Такой свежей, зеленой, сочной травой. Боже, это так вкусно. Я хочу все бутылки с собой. Я думаю, у нас будет полный багажник бутылок. Мы идем гулять к виноградникам. С вином. Ну что, Катюш, давай. Ищи виноградик. Нам сказали, что можно его пробовать. Вообще без проблем. Только сказали нужно аккуратно, потому что он очень костлявый. Время препровождения очень необычное и очень приятное. С бокалом вина ходить по виноградникам. Я выбираю вот эту прекрасную... Как это называется? Грусть? Грусть. Гроздь. Гроздь. Я уже забыла. Представляешь, как это в музыке? Сними поближе этот прекрасный исторический момент. Сейчас я... Вот эту. Ой. Оп. Вот он. Сладющий. Прям вкусно. Класс. Твертый бокал. Последнее наше белое вино. И мы переходим на красный. И официантка сказала, что даст нам новые бокалы. Под красный, а таки новые бокалы. Итак, после... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И еще, по-моему, три раза нам приносили комплимент вино. В общем, девяти бокалов вина нам сказали, что... Бокалы мы можем оставить себе, и мы покупаем бутылки. Ребят, бедная девочка тарабанит просто мои бутылки. Thank you. I personally need this for you. Thank you so much. Ребят, мы очень выгодные клиенты, потому что из всего этого списка... Мы купили... От видите, мы купили... Много. Я купила пять бутылок. Бутылок пять, я купила сколько красных, я не знаю, три белых и два красных. Ты купила... Я купила одно красное, я хотела еще одно, но уже не стала ее напрягать, плюс у меня пакетик на четыре, поэтому... У тебя пакетик на четыре, у меня на шесть, видишь, я до этого добрала. Да, да, у тебя тоже модный. Ну, я, может быть, еще докажу завтра. Ребят, мы просто страшно кайфанули. Вино роскошнейшее, свежайшее. Мы не могли нагребсти бутылок. Они сказали, что они не продаются ни в каких магазинах, они продают только онлайн. Видимо, у них, наверное, свой какой-то веб-сайт. Ну да. Мы безумно счастливы. Всех приглашаем к нам в... К нам... К нам в Тимекулу. Такие уже местные. Мы едем в отель, который мы все еще не зачекинились. Он будет очень-очень красивый, мы все вам покажем. О, этот прекрасный звук. Мы приехали в наш отель. И даже здесь у них свой виноградник. Обратите внимание, на стойке регистрации сразу стоят бутылочки. У-у-у-у, как тут красиво. О, супер! Вау! У нас личный сад. Размер ванны радует. Две раковины. Не придется драться с утра. Мы прибыли на ужин в ресторан. Сейчас 6.30 вечера. Вот такой красивый ранний закат. Вот оно, здание нашего ресторана. Сейчас будем ужинать. Пахнет, мари, продуктами. Я очень надеюсь, что у них есть паэлья. Официантка сказала, что у них не одна, а целых три вида паэльи. Посмотри на цены. На цены? На двоих 24 доллара. Паэлья. Катя, давай переезжать в Тимекулу? Да, 100%. Берем на четверг. Наши первые блюда. Паэлья займет 45 минут, так что мы решили начать со стартеров. А вот и наша паэлья с морепродуктами. Итак, ребята, мы с Катюшей доедаем наш десерт. Выпито 8 бокалов разного вина. Одна бутылка вина за ужином. Я считаю, что винные наши приключения успешны. Мы рады, счастливы. И сейчас докушаем и идем спать. Наш прекрасный отельчик с цветочными балконами. 10 вечера. Мы с Катей просто куколки. Уже в кроватках. Пьем водичку. Как ни в чем не бывало. Как будто мы не выпили две бутылки вина сегодня. Каждая. Вот что значит хорошего качества вино. Прекрасно себя чувствуешь. Прекрасно выглядишь. Без макияжа. Хочу заметить. Свеженькие. Уже в кроватке. Доброе утро, дорогие друзья. Мы пережили первый день в Тимекуле. Первый день тестирования местных виноделень. Сейчас я на винодельне нашего отеля. Это винодельня прямо рядом с нашим отельчиком. Вот он. Это их личная винодельня. Тут на самом деле все отели при винодельнях. Что достаточно логично. Они продают свое вино в отеле. Очень завораживает. Очень красиво. Очень приятно тут гулять. Я вижу, как прямо сейчас обрабатываются эти поля тракторами. Стафом отеля. И действительно чувствуешь себя где-то за городом. В Европе. Офигеть. Смотрите, это виноград. Это виноград в машине. Мы пришли на завтрак. И что вы думаете? В Тимекуле завтрак тоже с дегустацией. Только утренние мимозы. Ух. Американский драник. Смотрите. Друзья, мы прибыли на нашу вторую винодельню в этой поездке. Называется она Леонес Селлар. Не знаю, правильно произношу это или нет. Вот такие невероятные у них поля. Мы взяли наши первые два сорта вина и идем на улицу садиться в красоту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это жизнь. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы присоединились к нам в нашем путешествии в этот потрясающий регион Тимекула. Лайкайте это видео, подписывайтесь на мой канал. А мы с вами увидимся уже в следующем регионе. Субтитры сделал DimaTorzok